Мы показываем миссию в городе Акка, или Акр, если говорить по-французски. Незадолго до начала игры его захватил Ричард Львиное Сердце. Это было в 1191 году. Ваша миссия – убить Вильяма Демофруа, злодея, который собирается устроить переворот и захватить власть в городе, пока Ричард ведет своих солдат на войну. Для точного воссоздания городов мы использовали реальные исторические документы. С ними нам помогали работать четыре разных историка. Одно из главных отличий между городами – их население. Акка захватили европейцы во главе с Ричардом Львиное Сердце, и 90% населения там соответственно европейцы. В этом городе все носят традиционную европейскую одежду времен Средневековья. Еще одно отличие – архитектура. В Акка вы увидите множество сожженных домов. Они сгорели во время осады города. Вместе с архитектурой будет меняться и геймплей. По разрушенным домам, например, карабкаться нужно совсем не так, как по обычным. Кроме того, Акка хорошо защищен, в нем много стражей, все из-за недавних битв и отсутствия Ричарда. Иерусалим – очень многообразный город с множеством рынков. Возможно, какие-то здания в городе покажутся вам знакомыми. Мы воссоздали все известные и исторически важные строения. В Иерусалиме вы встретите людей другого рода и услышите разговоры на других языках. Дамаск – третий большой город игры. Его так и не захватили крестоносцы, так что 100% населения здесь коренные жители, носящие традиционную одежду. Тут вы увидите большие здания с минаретами и подобными элементами архитектуры. В этом городе много высоких домов, на которые можно подняться. Первое, что игрок может сделать в новом городе – добраться до точки обзора. Такой точкой может быть любое высокое здание, дающее хороший вид города. Так вы получите основную информацию и узнаете, что это за город. На вершине Аль-Таир смотрит по сторонам и составляет карту местности. Он указывает местонахождение стражей, показывает места, где можно спрятаться и отмечает миссии, которые можно выполнить. Среди них будут и необязательные миссии, в которых вы помогаете каким-то горожанам, и миссии, помогающие вам в выполнении основного задания. Например, в миссии с Ричардом «Храброе сердце». Простите, в миссии, конечно, с Вильямом де Мафруа. Вы не знаете, где его искать, а когда узнаете, не будете представлять, как попасть внутрь. Вам придется подслушать какие-то разговоры или обокрасть кого-то, чтобы получить нужные сведения. Так что все начинается с просмотра города и получения общей информации. Там вы узнаете, где раздобыть все подсказки, нужные для выполнения миссии. Количество точек, с которых можно осмотреть город, выбиралось совершенно естественно. Они основаны на планах самих городов. Мы хотели, чтобы каждый город выглядел логичным. Мы не собирались всунуть в каждую локацию по 10 точек для обзора только потому, что нам этого хотелось. Все делалось в соответствии с планами. Местом для обзора стал любой высокий дом, на который игрок может забраться. Их видно издалека. Если здание большое, то это точка обзора. В каждом районе их около 12, а в каждом городе по 3 района. Так что всего около 35 точек на город. Залезать на самую верхушку не обязательно, за это вы просто получите дополнительные бонусы. Подниматься на каждое из зданий тоже не обязательно. Вы можете залезть настолько, насколько захотите сами. Будут ли achievements, основанные на точках обзора? Почти уверена, что нет. В начале игры вы уже профессиональный убийца, и у вас есть все нужное оборудование. Но игроку, естественно, нужно освоить все навыки Альтейра сразу. По сюжету вы теряете свой ранг и всю игру пытаетесь восстановить репутацию среди других убийц. И заодно остановить третий крестовый поход. Это все-таки главная цель игры. По мере того, как вы будете демонстрировать свои навыки в каждом из заданий, вы будете получать новые рангы оборудования. Будут новые виды оружия. Для убийцы это, конечно, очень важно. Вы получите более сильные мечи, метательные ножи и разные карманы для них. Метательные ножи – очень полезное оружие. Особенно оно пригодится в миссии, которую мы показываем здесь, на Tokyo Game Show. В ней вы должны проникнуть на хорошо защищенное укрепление. Эти ножи – главное метательное оружие героя. Одно попадание сразу же убивает врага. В миссии вы можете пройти по крышам и убить дозорных и лучников до того, как они вас заметят. Кроме того, вы получите перчатки, позволяющие цепляться за край здания во время падения. Если в вас, например, попала стрела, и вы упали из дома, то в перчатках сможете за что-то ухватиться. С ними вы можете прыгать с одного здания на другое и доставать чуть дальше, чем раньше. К тому же, если вы хотите быстро спуститься с дома, а стога стенам поблизости нет, то вы можете просто спрыгнуть и ухватиться за какой-то фрагмент стены. Так что они сильно влияют на геймплей и позволяют серьезно поменять стратегию. Еще на Tokyo Game Show мы показываем возможность игрока отталкивать людей. Ее вы освоите не сразу, а только когда получите ремень. Он позволяет отбрасывать людей, стоящих у вас на пути. Это отлично помогает уйти от погони. Вместо того, чтобы спотыкаться об каждого, вы просто отталкиваете людей в сторону, а они в свою очередь мешают тем, кто вас преследует.